Теперь уроки физики во второй Сухумской школе проходят вот в этом красочном классе, точнее в АТОМ классе. Здесь школьники смогут проводить лабораторно-исследовательские работы. Например, этот прибор называется закон сохранения импульса. В итоге показать, как сохранить импульс на этом приборе у меня не получилось. Зато, как это правильно сделать, мне продемонстрировала ученица девятого класса. Несколько шариков одинаковой массы подвешиваем на нити к специальному штативу. Берем один шарик и отклоняем его на определенный угол А в определенную сторону. Отпуская его, мы можем заметить, как он останавливается и приводит в движение противоположный шарик на тот же определенный угол А. При взаимодействии этих шариков мы можем заметить, что насколько уменьшился импульс одного шарика, настолько же увеличился импульс второго шарика. Как работают законы сохранения энергии и импульса, как измерить влажность воздуха и еще много чего интересного могут узнать школьники на практических уроках в физике в атом-классах. Например, сейчас директор второй школы и по совместительству учительница по физике Ирина Павирскер рассказывает детям, как образуется молния и почему предметы электроризуются. Электрофорная машина, которая может накапливать электрический заряд и создавать электрический ток газа. Сейчас мы с вами произведем эту молнию. Если мы будем крутить, видите, что происходит? Происходит пробой. Дети с большим интересом наблюдают за происходящим, ведь так наглядно уроки физики проходят для них впервые. В этом атом-классе идет уже 15 занятие. Интересно на все это смотреть, разные опыты проводить. Это все очень интересно для нас. Очень приятно слушать и при этом получать еще и знания. Ну, интересно очень. Все красиво сделано. Интересно, интересно. Будешь на физику ходить? Ну, наверное. В рамках общеобразовательного проекта «Школа Росатома», реализованного госкорпорацией «Росатом», учителя трех абхазских школ посетили семинары повышения квалификации в Тверской области России. На занятиях им рассказали о том, как правильно работать в атом-классах на международном уровне. Семинар был очень насыщенный. Во-первых, у нас была встреча в Удомельском городском округе в администрации. Приветствовал нас мэр, мэр Рихтер Р.М. Аркадьевич со своими заместителями и руководитель управления образования города Удомля. Рассказали они, как этот проект «Школа Росатома» помогает развитию образования и самому образовательному процессу во всех школах этого города. 4 марта 2021 года в средней школе номер 2 был открыт атом-класс. Это в рамках проекта «Школа Росатома», которая реализует образовательные программы, спонсирует все это проведение госкорпорация «Росэнергоатом». На открытии присутствовал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росэнергоатом» Кибучава Чумбери. Кроме того, учителя посетили Удомельскую гимназию, побывали в городских школах на уроках физики, где им продемонстрировали возможности использования цифровых лабораторий. Участие в данном семинаре для нас было крайне важным. В ходе работы у делегатов была возможность наблюдать непосредственно за работой атом-класса изнутри и перенять опыт коллег. Всего в Абхазии три атом-класса. Один в Сухуми и два в Питсунде. Что касается нашего атом-класса, мы вообще на следующий год планируем в основном собрать с десятых классов, один общий десятый класс. А сейчас будем проводить уроки практически со всеми седьмой, восьмой, девятой и так далее. Сейчас дети готовятся к открытому уроку, посвященному Дню космонавтики и юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Пройдет урок именно здесь, в атом-классе.